Эскалация конфликта на востоке Украины продолжается. Обе стороны несут потери, растет и ожесточение. Президент Украины Петр Порошенко заявил накануне, что за каждую жизнь украинского военного ополченцы «заплатят десятками и сотнями своих». Это заявление стало реакцией на обстрел армейской колонны вблизи российско-украинской границы, в результате которого 23 человека, включая пограничников, были убиты и около ста ранены. Сообщается, что использовались ракетные установки «ГРАД». Это самое кровопролитное нападение на украинские войска с начала так называемой антитеррористической операции. Позднее командующие силовой операции сообщили, что по меньшей мере 75 ополченцев были убиты в столкновениях под Донецком. Это крупнейший город на востоке Украины с населением около миллиона человек, который после сдачи Славянской к Раматорску стал основной ареной боевых действий. Однако эту информацию не подводили сами силы самообороны. Они утверждают, что потеряли около 10 бойцов и еще несколько десятков получили ранения. Данные с обеих сторон поступают противоречивые. Непонятно, сколько мужчин, женщин, детей погибло за месяц военной операции на востоке Украины. При этом и Киев, и ополченцы солидарны в том, что жертв среди мирного населения очень много и их становится все больше. И с каждым днем тает надежда на то, что диалог между воющими сторонами, которыми призывают те, кто не вовлечен в конфликт, наладится.